Еще одна очередь газификации поселка Приморского подходит к концу. Напомним, два года назад в ближайшем от города, но далеком от цивилизации поселки, начались работы по прокладке газопровода. Силами областного, районного и поселкового бюджетов была собрана необходимая сумма и проведены 16 километров сетей. Окончание всех работ намечено на конец текущего года. С подробностями Галина Смирнова. Ветеран труда Анна Михайловна Дружинина с гордостью говорит, что она с самого начала верила, газ придет. И как только техника вошла в поселок, а рабочие начали копать траншеи, Анна Михайловна стала копить на проектную документацию подключение и газовое оборудование. Деньги для пенсионерки, конечно, немалые – 100 тысяч рублей. Однако, если сравнивать эту сумму с той, что годами тратилась на уголь и дрова, экономия получается ощутимая. На 30 тысяч все покупала уголь и дрова. Каждый 30 тысяч, да еще топить надо было и золото, и газ. Вот много, много. Анна Михайловна не так давно перенесла инфаркт. Конечно, к ней часто приезжают дети и внуки из города помогают. Однако печь в любом случае надо топить ежедневно. И пожилой женщине справляться было тяжело. Сейчас, говорит Анна Михайловна, даже таблеток меньше пить стала. Сердце не так сильно беспокоит. Ой, это слов нет. Я не могу ничего сказать. Я детям каждый день звоню. Я встала тепло. Я легла тепло. Ой, как у меня хорошо. Ой, какая радость. Дом Анны Михайловны в числе тех 67 домов поселка, что уже получили тепло. По проекту нужно подключить еще около 300 домов. Ко всем из них уже подведены трубы. Да только не каждый готов принять голубое золото. У кого-то из селян нет еще даже проекта. Кто-то не купил оборудование. В целом, приморцы морально оказались не готовы к пуску газа. Вероятно, потому что слишком долго ждали. Поселок ровесник города. А цивилизация в виде газификации добралась только сейчас. И вера в чудеса была поутрачена. В целом, по району газифицировано 50%. Вот эта проблема для Агаповского района. Она возможна для других районов. Но вот мы сейчас работаем над проблемой, как провести газ в другие поселения. Чтоб народ был спокойно жил. Это меньшее расходы, потому что у нас есть угольные котельные, которые съедают очень много угля. И вот мы сейчас пытаемся в этом году, на 16-й год планируем заниматься газификацией. Где-то проект на документацию на 200 миллионов. И вот если все это не все, но хотя бы часть удастся, ну жители вздохнут. Что же касается окончания газификации поселка Приморского, то, по словам главы сельского поселения, она должна завершиться к Новому году. Общая протяженность нашего газопровода получается 16 километров. На сегодняшний день у нас 14 уже сдано. И думаем, что вот ноябрь-декабрь уже у нас люди получат тепло. Галина Смирнова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВН.